И тогда Автопанорама сказала, что никогда в жизни не надо брать вариатор. И мы взяли вариатор, потому что другого варианта не было. Перед машина обработана, зад машина обработана, середина машины вообще не обработана. Конечно, очень тупят парктроники, особенно если дождь и зима, это вообще самый большой минус. Из-за стоек очень плохая обзорность бывает, особенно когда-то там где-то какие-то резкие повороты. И уже ореолом начинает цвести коррозия. Пока маленький, но напоминаю, что коррозия развивается в генетической прогрессии. Сейчас маленькая, через год это уже будет. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я владельца данной машины Nissan Qashqai 2021 года с пробегом 40,5 тысяч. По сути, у меня до Qashqai не было ни одной машины. Это моя первая машина, поэтому выбор у меня был, точнее, я выбирала, чтобы был самый главный парктроник. Потому что, да, все было страшно, парковаться было страшно. Вот, по сути, все мои критерии, по которым я выбирала машину. Да, был ажиотаж, большой ажиотаж был машин. Машин не было в наличии, потому что был ажиотаж. И тогда Автопанорама сказала, что никогда в жизни не надо брать вариатор. И мы взяли вариатор, потому что другого варианта не было. И нам очень повезло, что, по сути, мы тогда на тот момент купили машину. Она тогда обошлась с обклейкой с зимней резиной в 75 тысяч рублей. Да, примерно, наверное, 22 тысячи долларов. Да, у нас в семье еще Джилик М-Грант и Киа... Киа, 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 какая Киа? Рио Икслайн. Икслайн, да, Рио Икслайн. Конечно, больше плюсов, по крайней мере, для меня. Потому что, когда ты едешь, тебе надежно в ней, комфортно. Конечно, очень тупят парктроники. Особенно, если дождь и зима. Это вообще самый большой минус. Вот. Из-за стоек очень плохая обзорность бывает. Особенно, когда ты там где-то какие-то резкие повороты. Мультимедиа подвисает иногда. Крайне редко. Крайне редко, но бывает, да. 2.0, да, 2.0 вариатор. Есть где-то 8 на 100. Машина на гарантии эксплуатации. Первое, точнее, нулевое, то было что-то в районе 300 рублей. Второе, то обошлось в 680 рублей. И третье, то в 1300. По сути, я бы не сказала, что это сильно много. Потому что еще у нас был поло 2001 года. И вот его ремонт обходился намного дороже, чем то данной машины. Да, у нас пленка на багажнике чуть-чуть. На капоте. На капоте, да. На порогах и дверки обклеены. Ну и по сути, все. Но по поводу антикоррозийного обслуживания, нам сказали при покупке, что на заводе было покрытие антикоррозийное. Вот. Мы доверились, но на подъемке, конечно, нет. Мы не смотрели, поэтому без понятия, что там снизу. Может быть, там и ничего нет. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. У нас на подъемнике машина Nissan Qashqai 2001 года, российской сборки. И у нее пробег всего лишь 40 тысяч. Но она проездила три зимы. И давайте посмотрим, что с ней произошло за это время без дополнительных антикоррозийных обработок. Итак, смотрим машину. Значит, сразу видим обилие коррозии на переднем подрамнике, на телевизоре так называемом, на котором крепятся радиаторы. Вроде как и ничего. Это деталь, которую можно заменить. И это вроде как и не кузов, да. Но это та деталь, которая несущая, которая на себя воспринимает удары подвески от дороги. И поэтому обратить внимание на эту деталь все-таки стоит. И сделать так, чтобы она не покрывалась сжавшиной тоже. Почему? Потому что ржавеют сварные швы машины. А это ослабляет ее конструкцию. То есть при сильном ударе сварной шов не выдержит нагрузки и просто раскрывается. И это очень опасно. На данный момент, конечно, машина еще не в том состоянии, когда сварной шов будет разваливаться. Но со временем это может произойти. Поэтому надо следить, останавливать коррозию обязательно. Что касается порогов. Пороги, нет на них коррозии. Все хорошо. Но при этом существует коррозия на поддомкратниках, которые предназначены для подъемника. И вот здесь вот есть коррозия. Это говорит о том, что износ покрытия, потому что машину поднимают, поцарапывают машину, и здесь развивается коррозия. Это нормально тоже, но тем не менее за этим надо следить. Болты ржавые подрамника тоже. Пойдем дальше. С серединой машины, как правило, ничего не происходит. Но обратите внимание, что решили посередине машину просто не обрабатывать. И дополнительную антикоррозионную защиту никакую не сделали. Вот как есть, так есть. Ну, отлично. То есть перед машиной обработан, зад машиной обработан, середина машины вообще не обработана. Ну, особенность национального изготовления. Задняя подвеска традиционно тоже ржавая. Болты ржавые. Тоже вроде как детали, которые можно заменить, но открутить ржавый болт, это не открутить болт, который хорошо крутится, и который без ржавчины. Здесь нужно применять или болгарку, или как минимум греть эту деталь. А это совершенно другие нормы расхода по времени. И, соответственно, при ремонте данной подвески другие немножко выставят стоимости, так как нормы часы будут увеличены. Заостряем внимание, что задняя подвеска ныргорычажная, соответственно, за ней нужно следить чуть лучше, чем за простыми балками, да, независимыми. Поэтому, если не следить износ подвески, износ колес, ну, и машина на дороге стоять не будет. Здесь достаточно много коррозии на болтах. И если в машине будут делать развал, то болты нужно будет, соответственно, заранее прокрутить на сервисе, чтобы они легко крутились на развальном стенде. Потому что это очень важно. Обращаю внимание на задние тормозные суппорта. Они традиционно в этих машинах очень ржавые, хотя ничего не предвещало беды. Передние суппорта не настолько ржавые, а задние прямо вот, ну, реально очень ржавые. Это на что влияет? На тормоза, на безопасность. Их надо снимать, прочищать, разрабатывать. Кроме того, у них электрический привод ручника. Я вижу, что и он тоже имеет свойство закисать. Ручником надо постоянно пользоваться, иначе это все потом превращается в то, что эти узлы выходят из работы, рабочего состояния. Сзади большой карман с заглушителем и свес задних лонжеронов. Они обработаны с завода. Состав уже высох и уже перестал работать. Значит, на счет машины в этих местах гнить это такие детали, которые достаточно сильно подвержены коррозии, так как по аэродинамике туда забрасывают всю грязь. Посмотрите, сколько есть грязи. Огромное количество грязи, а значит соли, а значит реагентов. А значит здесь будет развиваться коррозия. Коррозия уже появилась. Это можно видеть на местах точечной сварки. Давайте посмотрим еще скрытые полости лонжеронов с помощью эндоскопа. Почему это важно? Потому что лонжероны это то, что является силовой конструкцией кузова. Оно не только делает машину жесткой, но еще и при этом она защищает нас при случае каких-то ударов. Они воспринимают на себя нагрузки, мьются определенным образом, гасят удары. И лонжероны это очень важная деталь кузова. Если мы говорим о днище, днище это просто лист металла, который может помяться, может сгнить, то лонжероны это очень важный элемент кузова. У нас машина с несущим кузовом, нерамная. Смотрим. Во-первых, завод-изготовитель решил консервант в скрытой полости не наносить. Там ничего нету. И уже начинает появляться коррозия. Посмотрим дальше. Уделяем особое внимание мы задним лонжеронам, которые тоже, как я говорил, находятся в таком кармане. За задними колесами. И сюда забрасывается очень много грязи. И посмотрим, что в них. Потому что они очень сильно обычно страдают. Здесь еще коррозии нет. Но и консерванта тоже никакого. Ни антикоррозийной защиты, ни консерванта нет. О чем это говорит? Говорит о том, что скоро там появится коррозия. Посмотрим на двери машины. Посмотрим, что сделал завод-изготовитель нам предложил с точки зрения антикоррозийной защиты дверей. Здесь много дренажных отверстий. Они достаточно большие. Внутри видно, что нанесен мастичный антикорр. То есть консервант сделан в машине. Дренажные отверстия расположены правильно. Это большой плюс. Накладка спереди, как ее называют, листва. Расположена в не очень хорошем месте. И достаточно широкая. Это говорит о том, что под нее будет попадать грязь. И здесь будет развиваться коррозия. Это не очень хорошо. За этим можно следить. С дверями пока все хорошо. Коррозии на дверей нет. Но следить придется. Всегда осторожность и внимание нужно уделять. И контролировать вот эти вот вещи. Передние крылья. За задним колесом находится шумоизолирующая такая губка. Она гидроскопична. Она впитывает в себя влагу. И она постоянно находится в мокром состоянии. И там возникает коррозия. Кроме того, из колеса локеры не спасают. Забрасывают туда грязь. И она там начинает гнить. И веточки маленькие, и семечки. И саму грязь, и реагенты забрасывают туда, и там начинают гнить. За этим надо следить. Хотя бы раз в год машину мыть. Нище машины делать. Тогда там вымывается, и это все хорошо. Пороги. На порогах накладки пластиковые нету никакой. Но хозяева предусмотрено наклеили бронь. Это правильно. Потому что, когда садишься в машину, часть этого порога всегда задеваешь. И всегда здесь образуется коррозия. Потому что краску сбиваем. Здесь все хорошо. Бронь наклеена. Пороги защищены. Ну что, посмотрим, что в багажнике. Крышка частично металлическая, частично пластиковая. Это хорошо. Потому что посветка номера, и традиционно вокруг нее образуется коррозия. Здесь же посветка номера расположена в пластиковой части. Что очень хорошо, и не будет вызывать коррозию. Откроем, посмотрим. Дренажные отверстия достаточно большие. И они ничем не заглушены. Автопроизводители грешат тем, что эти дренажные отверстия глушат. Потому что задняя крышка багажника. Ну, типа там воды нету. И поэтому не стоит отводить влагу оттуда. Это не совсем так. Потому что крышка багажника, это полая конструкция. И там всегда есть воздух. Воздух, как вы знаете, имеет влажность. А при прохождении через точку росы, через ноль, там выпадает конденсат. Которые надо выводить обязательно. Поэтому эти дренажные отверстия глушить ни при каких обстоятельствах нельзя. Они должны работать. Здесь их много, они здесь хорошие. Все в порядке. Крышка багажника не вызывает никаких подозрений, что там что будет происходить. Посмотрим загоняем в колесную арку. В колесной арке стоят локеры. И кроме того, кромка колесной арки тоже пластиковая. Это хорошо. Почему? Когда колесо вращается, всегда летят камушки. И ударяют по локрачному покрытию, если оно есть. Здесь же пластик. Соответственно, нечего оббивать и нет краски. Соответственно, здесь коррозии не будет. Это очень хорошо. Локеры стоят на всех четырех колесах. Заглянем под капотное пространство машины. Посмотрим, что там. Сразу бросается в глаза, как только открываем капот. Вот это нижнее крепление амортизатора капота. Оно все ржавое и расположено на стаканах машины. Эта коррозия будет передаваться также верхним креплениям амортизатором. Стаканам, в народе называемых. А это очень плохо. Это несущая деталь машины. Это очень важная деталь машины. За ней всегда следят. Она должна быть без коррозии. Здесь же она без коррозии, но деталь, которая прикреплена к ней, имеет коррозию. Это дренажное отверстие на кромке капота. Уже ореолом начинает цвести коррозия. Пока маленьким. Но напоминаю, что коррозия развивается в геометрической прогрессии. Сейчас маленькая. Через год это уже будет достаточно ощутимая коррозия, которая будет мешать машину эксплуатировать правильно. Еще одна из особенностей машины – это ниши, которые есть в крыльях. Эта ниша не очень хорошая для машины. Почему? Потому что в ней скапливается влага и грязь. И она такая, туда у меня рука прямо залазит. Во-первых, там нет антикоррозийной защиты никакой. Плюс там есть уже грязь и есть даже кленовые семечки. То есть там даже может родиться дерево. Я считаю, что машина в неплохом состоянии, но коррозия на машине уже появилась. А это значит, что еще пару лет и машина будет достаточно сильно иметь большие повреждения коррозии. И это плохо. Если владелец машины будет ездить еще год, то можно оставить так, как есть. За год с машиной ничего критичного не случится. И машину продадут, и счастливые владельцы будут разбираться. Но если машина все-таки остается в семье и будет ездить еще долго, в принципе, эти машины ездят, у них запас прочности есть, они хорошие, они ездят, то антикоррозийную обработку придется делать. Причем не мастичными антикоррозами, потому что мастичные антикоры нельзя наносить на ржавчину, а ржавчина на машине уже есть. Итак, это формат отзыва реальных владельцев. У нас вот Ольга, потому что, да, это семья, но именно владелец Ольга. Вот, Алексей, что ты скажешь, в каком состоянии автомобиль? Машина не в плохом состоянии. Я бы Ольге посоветовал при очередном визите на станцию уделить внимание тормозной системе. На ней есть много коррозии, тормозные трубки, задние суппорта, они в коррозии. Надо этому уделить внимание. Машина все-таки нас не только возит, но еще сохраняет нам жизнь, не дай бог. Это безопасность. Да, это безопасность. Профилактика, особенно после зимы, я, кстати, всем очень рекомендую сделать профилактику, потому что у многих автомобилей это большая беда. То есть после зимы закисают тормоза, и вы даже, может, не почувствуете это, но у вас немножко тормоза подклинивают. А это вот эти все, вот суппорта, это вот все-все-все, оно вот такое. Ну хорошо, а что вы планируете делать с этим автомобилем? Знаете, раньше там вот многие. Два-три года мы меняем автомобиль, причем можно было купить классный новый автомобиль за 10-15 тысяч, хочешь с кондиционером, хочешь с автоматом, да? Ну вот ребятам на самом деле повезло, что они купили. Повезло. Хотя меня не послушали, купили вариатор, но урвали, что называется, в последний момент, потому что за такую цену, что-то около 27 тысяч, да еще там, им же, посмотри, и оклейку сделали антигравийной пленкой, да? И, ну, что еще там? Резина земля. Комплект резин. А коврики. И коврики, то есть, ну, решетки радиатора. Ого, то есть сеточка, да, и сеточка радиатор. Ну, то есть, видишь, сейчас такого, я думаю, все это будет скалькулировать. Так что будете делать с машиной? Будем еще кататься, как минимум 3 года мы будем еще кататься. 5 лет она на гарантии у нас, поэтому еще 3 года мы будем, планируем кататься. Леша, но для гарантийной машины, ну, с одной стороны, я не рекомендую вам обращаться вот сейчас к дилеру по негарантийным работам. То есть, даже тормоза, ну, я, вот, Автопанорама, конечно, всегда говорил, ребята, только фирменный сервис, только туда. Я столкнулся и убедился, что деньги берут, но ничего не делают. Даже самые крутые супер-бупер фирменные сервисы. Поэтому просто найдите хорошего мастера, который вам вот те же самые тормоза, то, что Леша сказал, сейчас после зимы. Ну, за 200 белорусских рублей вам полностью разберут все суппорта, смажут их, все там, как новенькие будут. Но не только них дилеру. Дилер с вас в три дорога возьмет, и главное, он не сделает это хорошо, я уверен. 100%. Хотя мы Автопанорама, мы отвечаем за свои слова. Ну, и то, что касается, вот, Леша, есть ли 3 года с теми проблемами, которые уже есть за 3 зимы? Что ты посоветуешь делать? Я бы посоветовал делать антикоррозийную обработку. Ну, как минимум после зимы. Вы сейчас соль перестали сыпать, значит, можно приехать и сделать мойку с антисолью. Мы это делаем. Смотрите, первое, и мы советуем всем, друзья мои, не пожалейте. Сколько это сейчас, 60 рублей? Да, что около 60 рублей. 60 рублей, именно мойка антисоль, потому что у нас столько химии на дорогах. И вот эта вся соль, если ее не вымыть правильно, она все лето и до следующей зимы просто будет съедать ваше лакокрасочное покрытие и ваш металл, ваше железо. Дальше. Дальше делать антикоррозийную обработку. Причем, если делать сразу антикоррозийную обработку, то мойка с антисолью, она, в принципе, подарок у нас, она включена в технологический процесс. Поэтому, если можно на машине собирать съездить три года, ничего здесь придумать, здесь надо просто обрабатывать машину. Хорошо, смотри, Смотри, Каш, сразу тебе скажу, что многие скажут, окей, мы пойдем либо в гаражах, ну вот смотрите, сейчас антикоррозийная обработка, цена в Беларуси от 400-450 рублей, это в гаражах, до где-то 950 тысяч, это в фирменном сервисе. Почувствуйте разницу. Но ни в коем случае вам делать покрывным антикорром. Не буду называть даже бренды, да, потому что покрывной антикорр, он закроет ваши вот эти очаги ржавчины, и под антикорром они еще больше будут ржаветь. Что нужно делать? Ну, делать проникающие антикоррозийные составы на масляной основе, те, которые могут пропитать коррозию, вытолкнуть влагу из нее, и остановить процесс коррозии. Это химический способ защиты от коррозии, ну, в принципе, это то, чем занимаемся мы. То есть, но нанести можно и мастичный антикорр, но при этом нужно всю коррозию убрать. А это достаточно сложный, трудоемкий процесс, и стоимость куда выше. Ты знаешь, ни один пескострой не уберет тебя, ну, смотри, вот даже здесь, уже через два года, через три зимы пошли элементы силовые, местами ржавеют. Или что с болтами делать? С болтами ничего, замена. Надо понимать, что если делать в машине, к примеру, развалосхождение, то у нас сначала приехать на станцию, которая болты все открутит, закрутит обратно и смажет, если это уместно, потому что не все болты можно даже смазывать. Или обрежет болгаркой. Да, или обрежет болгаркой, только после этого можно ехать на стенд развалосхождение, иначе вы просто потратите время, приедете, вам скажут, болты не откручиваются, езжайте на станцию. Смотрите, друзья мои, вот я вам называю три рецепта. Вы решайте сами. Самый дешевый рецепт – пойти в любой там магазин, на рынок, купить дешевый какой-нибудь мавильчик, да? Ну, как вариант. Самим летом, свободное от работы время, выходные, снизу банок с 10, мавиля. Ну, и обязательно. То, что я рекомендую просто для профилактики делать всем, это в капоте, в багажнике, вот эти дренажные отверстия, вы видите, они у вас сухие, они по заводу сухие. То есть, 2-3 года еще, и ваши швы будут распирать, распирать от ржавчины. Вот эта влага, перепады. У нас только за зиму, представьте, за день может 4 раза перепасть плюс-минус. Это все точка росы, влага. Более лучший вариант, вот прямо здесь, либо сейчас же на маркетплейсах все есть, есть баллончики крауновские, ну, вообще фирменные. Ну, технология, стоит они, вот посмотрел, подорожали. 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 Все подорожали. 38 рублей сейчас баллончик. Ну, я вам скажу, что этого баллончика для профилактики, вот этих самых дренажных отверстий, на 2 машины хватит. Поэтому вот купите баллончик, все пройдите капот, да, что там. Ну, там много чего. Много дыр, много, да. И в дверях там резиночки, да, снимите. Пролейте от души, вот все ваши машины, которые есть в семье, лишним это не будет, а поверьте, вот на пару лет этого и хватит. Ну, и третий вариант, это по-хорошему, это пролить машину профессионально. Сколько это стоит на сегодняшний день? Около 700 рублей. 650 или опять подорожало? Опять подорожало. Вся наша жизнь. То есть кроссовер сейчас стоит где-то около 700 рублей, выдается вам сертификат, да, и ребята смотрят, потом все равно попросят к вам бесплатно абсолютно приехать, посмотреть, если надо подливать уже дополнительно, там, раз в полгода, раз в год, да. Ну, с такими пробегами машина проехала за два года 40 тысяч, а это небольшой пробег для машины, поэтому каждый год к нам приезжать и не надо, но раз в два года все-таки придется приехать и сделать повторную обработку. Правда, уже не все машины, а только, допустим, нищая подвеска колесных арок, потому что в скрытых полостях состав куда меньше изнашивается и можно чуть-чуть сэкономить. Просто я вас прошу, вот и вас прошу, и всех наших зрителей, пожалуйста, вот, но ваша машина, она, ну, с одной стороны, по заводу мы как раз хвалим российскую сборку за то, что уже на заводах в Калуге, в Питере, есть на нашем канале, кстати, экскурсия по заводу Nissan, где как раз рестайлинговый уже Qashqai, вот запускался на конвейере, у нас есть специальный репортаж, но нам было интересно. Так вот, пожалуйста, ну, следите за своими автомобилями, не пожалеете, например, этих 600-700 рублей или там 38 рублей на пару баллончиков, почему? Потому что через 2-3 года ваша машина будет стоить дороже, то есть вы ее продадите дороже. Ну и самое главное, вот обслуживание автомобиля и развал схождения, и любое там техническое обслуживание, это будет приятно делать, ну, мастерами, фирменным сервис-центром. Вот здесь за фирменных сервис-центром я как раз, ну, буду хвалить, потому что хороший фирменный сервис-центр, он обязательно прольет все вот эти проблемные места как раз восковым антикором, правда? Ну, если... Болты и гайки, если он будет этим заниматься. Если фирменный центр, то возможно, что они будут брать восковый антикор. Да. Да, возможно. Но у всех свои есть фишки, да, и у всех фирменных центров тоже. Мы это будем делать немножко другими составами, но, тем не менее. Да, этим надо заниматься, да, это надо делать. Я просто еще раз напомню, что самая дорогая деталь машины – это кузов. Кроме того, он привязан к документам. Если там с двигателями что-то случается, его можно просто заменить. Вот до этого. Да, дорого, но все-таки заменить можно. Коробку передач можно заменить, подвеску можно заменить. А кузов, если машина занимает, ее выбрасывают. Ну и, кстати, вот эти вот элементы около стаканов, которые нас ужаснули, ржавые. Вот муж может вполне просто баллончиком хотя бы пару раз пролить. Они снимаются летом, жарко, на даче или перед домом. Сняли, отдали людям на пескоструйку, их от пескострули взяли баллончиком покрасили, назад поставили. Не надо никакой сервис для этого, это делается элементарно, просто на досуге летом. Ну, в общем, если руйские же есть и желание, я хотел сказать, руки не жопы, но это правда, это так, то поверьте, друзья мои, с вашим автомобилем будет все в порядке. Поэтому машина у вас классная, машина отличная, поэтому занимайтесь, я пожалуй. Она говорила. Леш, спасибо большое, что посмотрел. Спасибо большое, Эва. Это отзывы реальных владельцев. Абсолютно бесплатно вместе с автоцентром по антикоррозийной защите мы делаем такие обзоры. Поэтому, если у вас есть какие-то массовые автомобили, возможно, и новые китайцы, нам интересно смотреть на новых китайцев. Посмотрите, вот есть обзор у нас на канале нового Манжаро Экспертиза, того же Грейт Волла, Пуэр, Пикапа. Казалось бы, редко, но никто, кроме нас, его не поднимал и так детально не смотрел. Поэтому найдите нас в соцсетях, пишите в личку, в директ и обязательно вместе с нами мы посмотрим ваш автомобиль. Меня зовут Павел Киреневский, команда «Нарама» в моем сердце. Надеюсь, и в вашем. Пока! Продолжение следует... Ну что, ребята, полезно было? Очень полезно, большое вам спасибо. Ну а что будете делать с вашим Кашкайом? Мы обязательно приедем на антикоррозийную обработку в Крау. Да ладно, не надо так вообще рекламу, вообще не надо рекламу. Подожди, ты говорил за кадром, что вы уже задумывались над тем, что нужно... Нет, ну мы хотели сюда, именно, мы смотрели рекламу. Ну ладно, опять, давай без рекламы. Хорошо. То есть, вы задумывались над тем, что нужно что-то делать. Да, мы задумывались и планировали после зимы сделать антикоррозийную обработку. Ну и реально, вот с чего начать, я бы все-таки вам советовал хотя бы с мойки антисолью. Хотя вот там комплекс, он, да, входит этот самый антисоль. Но в принципе, машина у вас хорошая, и я бы все-таки советовал ее сохранить вот в этом состоянии оригинальном. Потому что, ну поверьте, у меня такое ощущение, что через 2-3 года она будет еще дороже, чем сейчас. Нет, ну она уже дороже, чем мы ее покупали. Ну вот, ну вот. Так что удачи вам, ребят. Спасибо. Спасибо большое.